В Борисоглебском сельском поселении завершается отчуждение свиней. Напомним, столь решительные меры введены постановлением губернатора в связи с обнаружением вируса африканской чумы. С раннего утра и до позднего вечера сотрудникам ветеринарной службы приходится бороться не только с опасной инфекцией, но и с недовольством владельцев домашних животных. Какими последствиями для людей оборачивается введенный на территории Муромского района карантин, своими глазами увидела Анастасия Белова. Обычно тихий и спокойный Благовещенск сегодня превратился в эпицентр конфликта. Здесь принимаются все меры по борьбе с африканской чумой свиней. Членам специальной комиссии, в состав которой входят ветеринарные врачи, сотрудники полиции и местные чиновники, не позавидуешь. Жители села, в чьих хозяйствах выращиваются свиньи, до последнего держат оборону. Есть специальная программа уничтожения сельского подворья. Это нарушение путинского указа. Путин издал указ о развитии сельского подсобного хозяйства. Мы стали развиваться, держать свиней, штаны покупать. Борьба с африканской чумой, которая выкашивает свиней, но не опасна для других животных, ведется в Борисоглебском поселении уже третий день. Только за сегодня в Пальцо и Благовещенске утилизировали 17 голов. Работа по отчуждению свиней ведется с раннего утра до позднего вечера. Работаем уже во всем поселении по выполнению постановления губернатора номер 600 и по отчуждению животных на территории Борисоглебского поселения, поскольку объявлен карантин и объявлена чрезвычайная ситуация. За это время мы обошли уже 22 населенных пункта из 29, которых положено. И за это время отчудили 98 голов. Туши усыпленных свиней сжигаются. Под это в Борисоглебском поселении выделено два участка, которые после утилизации будут обработаны дезинфекционными средствами. Определено место для сжигания в двух местах. Это в районе села Молотицы, на бывшей Молотицкой свалке. Второй день производится сжигание животных. И данная территория, чтобы не возить животных по всему району в убитом виде, сжигание будет проводиться в Ожигове. Согласно постановлению губернатора, потери жителей будут компенсированы. Заводчикам вернут по 95 рублей за каждый килограмм живого веса. Оформление всех документов проводится на месте. Однако, вновь приступить к выращиванию свиней селяне смогут не скоро. После проведения карантинных мероприятий, свиньи на территории, на угрожаемой территории, там где был карантин, не заводится в течение года. Это определено ветеринарно-санитарными правилами. Гнев жителей понятен. Для многих из них разведение поросят существенный и зачастую единственный источник дохода. Масло в огонь конфликта подливает и нераспутанный до сих пор клубок житейских проблем. Сельский клуб закрыт уже многие годы. Дорога к поселению напоминает старую стиральную доску. И даже памятник героям войны зарос бурьяном. Последней каплей в чаше терпения стала африканская чума. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.